Футбольный клуб Кубань, или все же ФК Урожай, на данный момент находится в тяжелой ситуации. Болельщики негодуют, ведь команда в свое 90-летие попросту обанкротилась. Но поговорим о делах минувших дней. Почему же Кубань называли лифтом? Краснодарский клуб больше всех вылетал из элитного дивизиона России. Пять раз. В 92, 2004, 2007, 2009 и в сезоне 15-16. В 2010 году, когда команда выиграла первый дивизион, партнерская компания Рупорт даже подарила клубу дверь с семью замками, с цепями и надписью «Первый дивизион». Тем самым в шуточной форме дав понять, чтобы больше туда не спускаться. Правда, через год Сурен Макарта Чан, генеральный директор клуба, выбросил эту дверь. А зря. Чемпионат России разыгрывается с 1992 года и по сей день за 26 сезонов было всего-то 6 чемпионов. Это Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Рубин и Алани. Единственным чемпионом, который вылетал из премьер-лиги является как раз-таки Владикавказский клуб. Это касается только чемпионатов России. Триумфатор 1995 года три раза покидал высший эшелон нашего футбола. В 2005-2010, а последним появлением Алании в элите стал сезон 12-13. Когда-нибудь вы слышали о таком клубе, как реформация? Я сомневаюсь, но это действительно уникальный случай для российского футбола. Реформация из маленького города Абакан – единственный церковный клуб в нашей стране. Сейчас поясню. В 1993 году пастор Церкви Прославления Руслан Белосевич, который курировал деятельность протестантской церкви в Сибири, изъявил желание создать футбольный клуб. Можно даже провести параллель между реформацией и английским Саутгентоном, который создавался членами молодежной ассоциации Церкви Святой Марии в 1885 году и по сей день прозвище команды «Святые». Но вернемся в Россию. Клуб из Абакан с 1993 по 1999 год играл среди любителей, где выступал с переменным успехом. Казалось бы, ну и что такого? Например, сейчас многие церкви имеют любительские команды и даже вроде бы есть лиги, где играют только священники и прихожане. Но реформация пошла в профессиональный футбол, и сезон 99 провела во второй лиге в зоне Восток. У них был спонсор – сибирский алюмии. Свой стадион Саяны, на который ходило около 6000 человек, и даже три легионера – бразильцы Клаудио, Клейтон Фернандес и Веллингтон Медейрос. После получения профессионального статуса играли, конечно, уже футболисты, а не церковники. Но чтобы попасть в клуб, ты должен был быть либо протестантом, либо православным. Тренером команды стал Александр Кишиневский. Из интересных фактов, которые удалось найти, можно отметить, что в реформации штрафовали за курение, алкоголь и даже мат. Причем как на футбольном поле, так и за его пределами. Кстати, в том же 99 году сибирский алюминий, который также спонсировал крылья советов, игравший на тот момент в высшей лиге, устроил товарищеский матч между этими двумя клубами. Встреча закончилась в ничью 1-1. Реформация первый сезон во второй лиге закончила на 11-м месте из 16-ти, а также вылетела в 1-256 финала Кубка России. В следующем сезоне команда сыграла всего 9 матчей в лиге и дошла до 1-64 финала Кубка. После этого реформация прекратила свое существование из-за финансовых трудностей. В интернете мнения по поводу первого футбольного клуба России расходятся. Разные источники называют две команды – футбольный клуб «Коломна» и «Знамя труда». Но если прочитать историю этих двух коллективов, то «Коломна» была создана на 3 года раньше – 1906 против 1909 года. Опять же, подсчет можно делать по разным критериям, но факт остается фактом. «Коломна» – это клуб, которому уже 112 лет. За свою историю они 9 раз меняли название. Появлялись и исчезали. Играли во всевозможных городских, региональных, зональных соревнованиях, но никогда не добивались высоких результатов. Высшим достижением является бронза в первом розыгрыше чемпионата СССР в 1923 году. А если брать историю российского футбола, то «Коломна» может похвастаться только выходом в одну 16-ю финала кубка в 1990 году. Сейчас «Коломна» скромно выступает во втором дивизионе зоны Запад. О попадании в ФНЛ остается только мечтать. Самыми известными футболистами, поигравшими в составе «Коломны», являются Виктор Чистохвалов, Сергей Ильин и Эдуард Малафеев. А завершим мы данный выпуск сборной ФНЛ. Вообще, мысль о создании сборной первой лиги появилась еще в советское время. Позже, в 1994 году, снова была собрана эта команда. Возглавил ее Юрий Семин. А играли в той команде такие важные личности для нашего футбола, как Дмитрий Лоськов, Андрей Соломатин, Денис Зубко и Алексей Смертин. Сборная первой лиги сыграла один матч против дубля московского «Динамо» и проиграла 2-3. Но спустя время, а именно 9 мая 2011 года, в Риме РФС и Федерация Футбола Италии подписали контракт о сотрудничестве. Также был подписан договор между ФНЛ и серией «Б». Так и получилось, что с тех пор сборные первых дивизионов двух стран играют практически каждый год товарищеский матч осенью или в начале зимы. На данный момент проведено уже 6 игр. Три из них прошли в России, в Астрахани, в Санкт-Петербурге и в Туле. Трижды команды встречались в Италии, в Кротоне, в Верчелле и в Пардиноне. Что касается статистики, у итальянцев три победы и трижды была зафиксирована ничья. Также в 2016 году сборная ФНЛ сыграла в гостях с молодежной сборной Кипра. Матч завершился в ничью 1-1. Эту странную сборную возглавляли в разные годы Игорь Шалимов, Дмитрий Олейничев, Андрей Гордеев, Владислав Радимов, Евгений Бушманов и Юрий Газаев. На вопрос, для чего была создана эта команда, ответ никто вам не даст. Но нам не впервой задаваться вопросом «Зачем?», когда речь идет о российском спорте. Любите наш футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok